Злуючий iPad, нахуй ты вообще нужен, когда есть божественный iPad Air 4, а это во всем повторяет этот б***дский iPad, только хуже экран в Apple совсем уже о***ли, е***нулись и озверели, б***ь. Многие из вас думали, что ровно так будет звучать этот видос, особенно отталкиваясь от наших прошлых роликов, где я ругал как раз и новый iPad Pro и другие продукты типа iPhone 14 Plus, зачем ты вообще существуешь? Но я специально долго не выпускал ролик, потому что, во-первых, я ждал клавиатуру, для него есть новая красивая клавиатура в теории, потому что на практике она нигде вообще не продается. Хрен с ней. Дальше. Я переварил вот это состояние, обмазался iPad'ами и готов вам рассказать, зачем эта мразь существует. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, поехали. Значит, смотрите, с одной стороны этот iPad даже не достоин того, чтобы прилететь ко мне из-за края экрана. Единственное, что я могу его выкинуть обратно, да, Лёш, лови. Вот так могу. Ладно, кинь назад. Не ожидал таких приколов? На самом деле, ну, правда, смотрите, вот это iPad Air на M1. У нас есть iPad Air четвертого поколения, где-то на студии валяется, сейчас мы его найдем. Который вполне себе годный. 10,9 дюйма. Классный дизайн а-ля iPad Pro, только без Face ID и с кнопочкой Touch ID. Стереозвук. Хороший экран, поддержка второго пенсила. Во всем приятная железка. Что сделали Apple? Ухудшили его. Поддержка первого пенсила. Конечно же, экран с воздушной прослойкой, потому что ты должен страдать. Прикольные цвета. И вот готов iPad 10-го поколения. Но, все не так просто, друзья мои. Если бы я был каким-то там, знаешь, вот мимо проходилом, который бы вам рассказывал про технику Apple. Это, наверное, так и звучало. Типа, ну, это окей, iPad. Нет. Сейчас мы с вами окунемся. Знаете, насколько глубоко? Мы прыгнем в лужу, которая называется iPod Touch шестого поколения. Почему? Да потому что, по сути, новый iPad, это новый iPod. Я даже сегодня ничего не употреблял. Как, собственно, и никогда. Потому что мы против всего этого. Значит, смотрите. Если посмотреть на промо-картинку iPod Touch шестого поколения и на промо iPad 10-го поколения, и одинаковые цвета. Вот вообще один в один. А знаете почему? Потому что философия нового iPad это старый iPod, кроме шуток. iPod вообще вот в шестом поколении, да до шестого вообще. Это была железка, которая должна была познакомить тебя с миром iOS. iOS с вот этим мультитачем, с вот этими всеми приятными фишками. AppStoreчик классный. И с этой задачей девайс справлялся. Потому что многие такие, блин, ну я не хочу iPhone. Ну у меня есть классная Nokia. У меня есть BlackBerry. И я хочу тыкать кнопки. Но при этом попробовать тач-интерфейс тоже интересно. И сейчас это нахрен не надо. Потому что можно взять самый дешманский iPhone, и он вполне справляется с этой задачей. А вот iPad, это уникальная железка. Конкурентов у iPad нет. Блин, короче, iPod Touch пятого поколения. Шестое, это уже были еще более стрёмные цвета. Короче, вообще вся линейка iPod Touch, она вот для того и нужна была. iPad уникален тем, что, ну действительно, iPad OS. Это и не iOS, и не macOS. Это что-то посередине. Потому что Microsoft предлагает тебе вот такой вот конструктор Surface. Это все равно винда. Так винда, сяк винда, на IRM винда, это винда. А iPad OS, это своя вафля. Да, она очень странная, со своими приколами. Тем не менее, она прикольная, да. Она все в конечном итоге, она действительно самобытная. Нравится, не нравится, у iPad есть фанаты. Которые с удовольствием сидят на этих девайсах. И я один из них, понимаешь, я один из них. Но вот у нас с вами есть батарея iPad. Значит, это самый первый обновленный в философии iPad пятого поколения, 2017 год. Каноничные 9,7 дюйма. И знаете, что самое с*** смешное? Этот iPad, которому уже 5000 лет, работает на процессоре А9. И на нем работает iPadOS 16. На iPhone 6s и на iPhone SE первого поколения, которые также были на этом процессоре, знаете, что iOS 16 не работает. Более того, iOS 16 не работает даже на iPhone 7, который вообще новее. А все почему? Ну, потому что в iPad'ах исторические процессоры были чуть более навороченные, подразогнанные и работали пошустрее. Поэтому iPadOS 16 на пятилетнем iPad'е. Как-то такие приколы. Впоследствии Apple взяла этот хрестоматийно-каноничный дизайн и дорабатывала его. 9,7 уже как будто бы, ну знаешь, маловато. Поэтому инженеры собрались, подумали и сделали тебе 10,2 дюйма. Фантастически. А все почему? А потому что были такие, помните, тоже навороченные Air'ы, по-моему, получали этот экран. То есть логика базового iPad'а, это взять, типа, 2-3-летний Air, ухудшить его и получится базовый iPad. Вот это версия 2021 года. Здесь уже побольше экранчик, вот такой современный, прикольный. Здесь у нас с вами все еще стереодинамики, но только снизу. Но зато есть 3,5. Но вот эти скучные цвета, типа черный, белый, что это вообще о чем? И, конечно же, так продолжаться дальше не могло. Поэтому компания взяла и показала тебе вот это 10-е поколение. Вот это, кстати, вот это, так что, забегая вперед. iPad Air 2022 года на M1, который был показан в начале этого года. Но я не могу это не сказать. Вот его надо брать. Вот это сегодня можно взять в минимальной комплектации за 40 тысяч рублей, плюс-минус. Ну 45, хорошо, 45 тысяч рублей. Охерительно iPad. Процессор, только вдумайся, M1, M1, офигенный экран. Pencil 2, все хорошо. Ну, ты существуешь, блядь. А, я же хотел так не делать. Не сдержался. Ну, правда, понятно, что вообще в теории он должен стоить там что-то 350 долларов или на наши деньги, давай так, 25-30 тысяч рублей. Но прямо сейчас он заезжает за 50. Охерительный iPad за 45 или ублюдок кастрированный за 50? Выбор очевиден. Но мы его распакуем. Я сейчас перепроверил, 450 он стоит. Нахер из пляжа вообще. Ты чего, блядь? 450? Там чуть больше кидаешь и получаешь iPad mini, пусечку шестую. Либо вот эту радость. Либо еще чуть докинул, там хороший. Потому что 450 за 64 гига. Это незаконно, понимаешь? Это запрещено Женевской конвенции. Выпускать, блядь, iPad в 2022 году на 64 гигабайта память. Куда можно загрузить три. Три ролика каких-нибудь. И память заканчивается сразу, блядь. Как? 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 Apple каждый раз iPhone 14 на A15 Bionic. iPad Pro нахер не нужный на M2. И базовый iPad. Чтобы вы понимали уровень безумия, свежеобновленный Apple TV 4K имеет процессор A15 Bionic. В Apple TV вот в этой вот херне. Процессор лучше, чем в iPad. Новом. Они были представлены вот рядом друг с другом. Как у них это вообще все получается? Я садился за этот стол с четким пониманием, что я сейчас по полочкам вам все расскажу, объясню. И ни в коем случае мы не будем бомбить. Да не получается. Но когда мне все вокруг говорили, что Apple сошли с ума, они делают херню. Я совершенно четко понимал, что эти люди нихера не разбираются. Не только в Apple, а вообще в рынке походу совсем. Потому что компания, да, всегда была очень самобытной. Да, со своими приколами. Но это всегда было оправданно. Это всегда было взвешено и как-то адекватно. А сейчас то, что они делают, это какая-то шляпа. С другой стороны, этот iPad все еще продается. Напомню, что это божественный 2022 M1 Air пятого поколения. Сладкий мой пусечка. Но зато у этого цвета прикольные. Можно взять голубенький, как в нашем случае. Можно взять желтенький, красненький, беленький и черненький. Значит, эта версия на 64 гигабайта, как я и сказал, это запрещенный вообще к продаже iPad, по большому счету. И, конечно же, это исключительно обычный Wi-Fi only iPad. Потому что, когда я был молодым и глупым, я покупал iPad с Cellular. Не делайте так никогда. Нет ни одной причины покупать iPad с Cellular. Потому что вы не будете этим пользоваться. Но объективно. У вас есть iPhone. Вы же нормальный человек? У вас есть iPhone. Более того, понятное дело, у вас мегафон. И вы подключили опцию Pre 5G, чтобы она работала идеально. На тарифах без переплат второго поколения и выше. И это кайф. Потому что, попробовав единожды, вы не захотите отключиться. И вы скажете, Валя, а что такое Pre 5G? Значит, смотрите. Это уникальная функция мегафона, которая до 50% увеличивает скорость в сетях четвертого поколения. Если вокруг огромное количество людей, вы в пробке, стоите медленный интернет. Пожалуйста. И если у вас подлагивают там видеоконференции, теперь все будет офигенно. То есть, эта функция позволяет вам вообще не париться о наличии Wi-Fi. Вы сидите исключительно на LTE с Pre 5G и кайфуете в полный рост. Сегодня без интернета, понятное дело, невозможно. И iPad без интернета просто не нужен. С функцией Pre 5G, смотри, в играх ничего не лагает. Файлы качаются. Если вы думаете, что вам хватает обычного интернета, то типа, ну у меня и сейчас мегафон без функции Pre 5G и мне окей. Это правда так. Но с этой опцией все будет просто лучше. Просто быстрее. Просто класснее. Я хочу вам сказать, что мегафон славится вообще своей скоростью, понятное дело. Хорошее покрытие. И самое кайфовое то, что вам не нужно, чтобы ваш телефон поддерживал функцию 5G. Потому что с опцией Pre 5G вы получаете ускорение интернета даже с телефонами, начиная с 4G. Прямо сейчас на всех тарифах без переплат функция Pre 5G доступна на один месяц бесплатно. Залетайте по ссылке в описании, оцените, почитайте и подключайте, пробуйте. Потому что это действительно очень и очень важно, чтобы у вас был классный, быстрый интернет, современный, с мегафоном. Остальное не важно. Самая неинтересная часть в этом ролике, это, понятное дело, что распаковка. Распаковка. Значит, берешь вот этот язычок. Обратите внимание, что теперь у нас коробки с iPad без целлофана. Потому что в Apple думают об экологии. И это хорошо. Но меня не покидает вот это ощущение, что кому черт вы делаете такие большие коробки. Я уже достаточно много эмоционально говорил об этом в ролике про iPad Pro на M2. Типа, если вы уж убираете блоки питания из своих устройств, так давайте и с iPad'ами так поступим. Потому что большую часть коробки, обратите внимание, занимает что? Правильно, блок питания. Вот он толстенный, лежит в этой самой коробке. И это ничем не оправдано. Это очень и очень странно. Убираешь его, коробку можно сделать на 40% тоньше. Еще меньше переработанного картона, еще больше заботы об экологии. Тим Кук, ты знаешь мой номер, можешь прислать мне немножко денег на Kiwi. Значит, из особенностей, да, у нас теперь, как и у богатых, как и у взрослых ребят с крутыми iPad'ами, провод USB-C на USB-C. Впервые в истории iPad получил поддержку USB-C. Я имею в виду, что базовый. Понятное дело, что любой уважающий себя iPad уже давно на USB-C. Ну, а теперь вы, соответственно, и здесь как будто взрослый. Но только как будто бы. Потому что если у нормальных iPad'ов USB-C взрослый, с каким-нибудь 3.0 стандартом, то здесь 2.0, 480 мегабит. Как у блюдок сидишь и медленно передаешь свои файлы. Но это и не очень важно, потому что здесь фиговая камера, годящаяся только для Zoom-вечеринок голых, когда вы там, соответственно, сидите по пояс в воде или где вы там обычно сидите в своих Zoom-конференциях. Провод хороший, претензия одна. Хер ли такой маленький. Хочется, чтобы он был тупо в два раза длиннее, да? Чтобы я лежал в кровати, приятно. Вот там у меня подключен где-то, понимаешь, блок питания. И я сижу и заряжаюсь и смотрю киношку. Этого нет. Ну, ладно, хрен с ним. В следующий раз давайте постарайтесь получше. Из макулатуры. Здесь ничего интересного. Два яблочка больших. Жалко, не в цвет айпэда. Было бы красиво. Макулатурка с квикгидом, с немножко там всякой legal information. Короче, опять же, абсолютно неинтересно. Ну и блок питания. В нашем случае это дубайск, поэтому он вот такого вот, как будто прикидывается англичанином, понимаешь? USB-C. И прикол в том, что это блок питания на 20 ватт. Все это развлечение. И это, конечно, ну для этого айпэда окей. Ладно, сгодится. Понятное дело, все айпэды испокон веков, как завещал Стив Джобс, работают 10 часов. И этот не исключение. 10 часов просмотра порно тебе обеспечено. Какой цвет прикольный. Ну ты видел? Ну ты видел, какой цвет? Забыли, значит, все, что я сказал. Фантастический голубой айпэд. Готов платить за него любые деньги. Все, больше ничего не хочу. Какой классный айпэд. Базовый. Напомню, что это базовый айпэд 10-го поколения, который сегодня стоит 449 долларов, еще через год 349, потом его будут раздавать на вес. Приходишь, говоришь, 8 килограмм айпэдов мне взвезти, тебе хопа, вот так вот отдали. Охренительный. Значит, из интересного. Понятно дело, такой же, как и в Airy, приятный экран. В смысле, диагонали. Вы спросите, какая? Я вам отвечу. 10,9 дюймов. Во-вторых, нормальный стереозвук. Здесь два динамика, здесь два динамика. Держишь, киношку смотришь. Ну, правда, соотношение сторон не 16 на 9, не идеальное для просмотра кино, но хрен бы с ним. И очень большая просьба к ребятам из Apple. Сделайте мне айпэд с пыльно-влагозащитой. Прошу вас по-братски. Потому что я бы кайфовал. Ложишься в ванну, вот так вот сидишь, смотришь, очень нравится. Допустим, играет Барселона с Викторией Плезень. Ты лежишь, там в пене, короче, отмокаешь и смотришь Лигу Чемпионов. Величие. Я готов оплатить разработку. С другой стороны, этот iPad не жалко. Утопил, купил новый. Ну, как я обычно это делаю. Слушай, не знаю, на самом деле айпэдик очень прикольный. Базара ноль. Но, значит, какая к нему претензия? Во-первых... Поддержка Pencil'а первого поколения. Ну, если Pencil первого поколения, как бы, такая себе железка, потому что он все-таки не такой удобный, как второе поколение, так еще самый прикол в том, что он заряжается, если вы помните, от Lightning. Если забыли, я вам сейчас даже покажу. Значит, мы его сейчас быстренько вскроем и заценим, как это работает. Ты такой карандашик достал. Такой ловкий, короче, хоба-хоба. Все сделал. Он даже запечатан в пленочку. Как будто не очень экологично. Ну, ладно. Стоять. Вот. Все, у тебя здесь это все не нужно. И дальше у тебя есть топовый iPad с USB-C и не очень топовый Pencil с Lightning. И у тебя появляется диссонанс. Как это поженить? И уже только ленивый в интернете не плюнул в этот iPad, потому что тебе нужен за 9 долларов вот такой вот переходник, который позволит тебе заряжать этот самый Pencil и подключать его в целом к непосредственно iPad. И это, конечно, уже не звучит как забота об экологии, да, потому что можно было сделать поддержку второго Pencil и не изобретать вот такую вот пластмассовую херню. Потому что, с одной стороны, ты это втыкаешь сюда, чтобы вы понимали вообще уровень страдания. Дальше ты находишь на полу провод, втыкаешь его сюда, потом ты это втыкаешь вот сюда. И вот так вот ты, короче, рисуешь. Ну, понятное дело, что это нужно только для зарядки и сопряжения. Дальше ты, понятное дело, отключаешь и рисуешь без него. Ну, ебать ты в рот, блять. Ну, как так-то, ребята? Ну, как так? Ну, у вас что, жопа отвалилась бы в Air вставить... В Air. У вас что, жопа бы отвалилась вставить сюда поддержку нормального Pencil? Тем более, что здесь даже магниты, я уверен, есть. Понимаешь? Все это подключается. Вот этот iPad, он жертва маркетинга. Все в нем хорошо, кроме того, что они реально специально... Pencil 1. И специально экранчик похуже, чем в Air 4-го даже поколения. Ну, е-мое. Возможно, просто не продано пара-тройка миллионов этих первых Pencil, и они уж не знают, как его еще присрать, чтобы все это срослось. Ну, окей. Смотрите, еще интересно. Испокон веков, исторически, у iPad камера была оттуда. Я имею в виду фронталка. Ну, потому что подразумевал, что как-то так, FaceTime, типа, привет всем. А сейчас какая эпоха? Правильно. Новая. А сейчас что у вас требовано? Зум-конференции. И когда у тебя камера находится сбоку, это, в принципе, окей, но немножко такое себе. И Apple взяла самое лучшее с рынка у планшетов Huawei, у планшетов Samsung. Знаешь, что? Правильно. Камеру, расположенную на широкой вот этой грани. И теперь, когда ты ставишь свой iPad на фолио-подставку или на клавиатуру, которую хрен купишь, камера смотрит непосредственно на тебя. Не слева где-то, не справа, а вот просто ты смотришь в нее непосредственно. И это замечательно. Более того, камера, понятное дело, поддерживает это прикольное панорамирование, когда ты башкой крутишь, она за тобой следит, как Apple любит. В общем и целом, это хороший iPad на A14 Bionic с прикольным экраном. На самом деле, вот эта история про воздушную прослойку, я прямо сейчас смотрю, мне даже включать его не надо, чтобы понять, что да, она есть. Знаете, в чем прикол? У тебя нет эффекта, как будто ты вот контент прям на кончиках пальцев. Нет такого, потому что чувствуется, что он немножко утоплен. Значит, смотрите, Vilsacom настолько прокачал свой скилл, что мне даже включать iPad не надо, чтобы понять, что разница, в общем-то, есть, конечно, только в условии, если ты вот так под углом смотришь сразу и сюда, а потом сюда. По большому счету, ну, это небольшое страдание. Ну, то есть, нет какого-то великого горя из-за того, что здесь экран с воздушной прослойкой. Здесь, конечно, побогаче выглядит, но в целом, на самом деле, я бы сильно на этот счет не запаривался. Ну, утоплен экран, да и хрен бы с ним. Это как iPad mini, ругали за то, что там какой-то желейный эффект. Я увидел только один какой-то красноглазый ублюдок в интернете. Пользуюсь iPad mini 6 тремя. И балдию. Ну, потому что одного не хватает, знаешь, слишком маленький экранчик. Вот, кстати, в интернете есть мысль, что, типа, дескать, здесь камера стоит, и поэтому не смогли магниты поставить, чтобы магнитился наш замечательный пенсил. Я думаю, что это буллшит. Вот, запомните мои слова. Еще через пару поколений все-таки базовый iPad получит поддержку по отделу второго пенсила. Когда выйдет третий, Apple воткнет в базовый iPad второй. Ну, как они это любят. В общем, это хороший iPad. Это iPad, который стоит каждый доллар. 449. Да, 64 гигабайта памяти. Но это Apple, ребята. Когда Apple не ебала вас в рот, расскажите мне. Всегда. Потому что такой у них стиль. Но вы только рады. Нет, правда в том, что... Ну, это спорный продукт. Со своими приколами. И он бы имел право на существование, если бы не продавался iPad Air на M1, который прямо сейчас стоит дешевле. Тупо дешевле. А даже если брать его в долларах цену, он все равно выгоднее. Потому что он во всем лучше. И это забавно. Есть еще iPad Air на таком же процессоре четвертого поколения 2020 года. Но у нас, например, прямо сейчас он стоит даже дороже, чем iPad Air на M1. Потому что он старый, заезжал, видимо, по старому курсу. И просто народ не знает, что с ним делать. И в итоге мы сейчас имеем очень-очень-очень-очень сложную линейку iPad'ов. У нас есть еще и прошлогоднее поколение с кнопкой, который тоже можно купить. И там нормальный процессор, и он вполне себе работает. Что если iPad пятого поколения на A9 до сих пор поддерживает iPadOS 16? И знаете что? Она работает не сильно медленнее, чем вот эта шляпа на M1. Ну и скажите, ну я не смогу воспользоваться стейдж-менеджером и подключать замечательный экран. Нахуй это надо в iPad'е. Вы что, сумасшедший? Нет, конечно. Поэтому, когда мы говорим про iPad, мы вспоминаем мини пятого поколения, мини шестого, прошки вообще всех поколений, Air с четвертого, iPad'ы вот эти. До хрена iPad'ов. И это все нас плавно подводит к мысли, что нужен ролик, какой iPad выбрать. Вот без него жизни нет, точно вам скажу. Потому что хрен разберешься. Даже я не с первого раза все это могу отдуплить. А человек со стороны вообще не знает, что выбрать. Ему скажут, бери самый новый десятый, но он хуже, чем прошлогодний. Но лучше взять двухлетний Air. И вообще ничего не понятно. Поэтому ожидайте такой ролик. Но сначала мы запишем для вас хрестоматийный, какой iPhone выбрать. Потому что люди спрашивают. А стоит ли ждать SE четвертого поколения? Вот такие вопросы ко мне приходят. Я на них не отвечаю пока. Потому что выйдет ролик, и вы все поймете. А этот iPad мы, конечно же, разыграем. Вы думали, я изменю нашу традицию? Ни в коем случае. iPad Air 10 классный. Еще раз, он классный в вакууме. Вот в вакууме? Ах, но когда существуют все другие iPad'ы, чуть дороже можно взять прошку, совсем чуть дороже можно взять миник, можно взять прошлаг. Вы поняли. Но это не за счет плохого устройства. Поэтому мы его разыграем. Даже с Pencil. Вот с этим. И даже, вы не поверите, мы добавим переходник. Вы вообще будете жить в счастье. Все, что нужно сделать. Подписаться на канал в Иссаком. Поставить лайк этому ролику. Написать комментарий, каким iPad'ом вы пользуетесь прямо сейчас. Или пользовались вообще. И как вы с него кайфовали или нет. И что-нибудь про iPad напишите. А также нажмите на ссылочку в описании. Зайдите в наш телеграм-канал. А там уже нажмите на кнопочку участвовать. И совершенно случайным образом, через неделю мы подведем итоги. И рандомно выберем победителя. Вот на этот iPad. Сможете забрать его у нас здесь на студии. Либо мы отправим вам его почтой России. Вот такая простая схема. А с вами был Велсаком. И это еще один пугающий, часто встречающийся обзор на канале Велсаком. На котором мы что? Правильно. Не активировали устройство. Потому что я не вижу ни одной причины. Включать этот iPad. Мы не увидим там ничего нового. Вообще. Не то чтобы мне лениво. Понятно дело, что я сейчас пойду играть в Call of Duty Modern Warfare 2. Да. Но не думайте, что я вот такая сволочь. Просто правда. В этом нет ничего. Вообще. От слова совсем. Пока. А я прямо сейчас понял, что я оговорился несколько раз. Назвал его и Air'ом, и на iM1. Короче, вы понимаете мысль? Это вообще очень похожие продукты. И Apple настолько разбыла эту грань, что вообще нет никакого резона разбираться в этих iPad'ах. Ты такой приходишь, просто бросаешь у человека 30 тысяч рублей и говоришь, дай мне то, что есть. И вот это то, что тебе в принципе нужно. Потому что даже пятилетний iPad работает идеально. От него нужно, чтобы он показывал YouTube. И можно было кино смотреть. И любой, любой iPad с этим справится. Apple из кожи вон лезет. Вот прям кульбиты в воздухе крутит. И пытается придумать, как использовать iPad в каком-то другом стиле. Как-то по-другому. И никак не может родить ничего. Потому что, ну никто не будет работать на iPad'е. Вот эти все кейсы, когда с клавиатуркой. Ну хорошо, Pencil еще, ладно, если человек рисует, это прикольно. Но не работают люди на iPad'е. Я не верю, я не видел их, как не существует других планшетов в принципе. Мы знаем, что есть классные планшеты от других производителей. Но не видел ни одного человека с этим планшетом в жизни. Они только в рекламе улыбаются. А потом приходят домой и рыдают над своим iPad'ом. Потому что он старый. Вот так.